Привет всем желающим продолжить разбираться с Linux и начать его применять на практике. Продолжаем наше занятие по LPIC. Сегодня у нас LPIC, процесс инициализации init, так как он выглядит в современных системах, с использованием SystemD. Будем все это смотреть на примере современного CentOS. Для начала небольшая презентация у нас, как всегда. Итак, инициализация в стиле SystemD. Мы делаем все то же самое, что делали на прошлом занятии, только в рамках того, что мы смотрим теперь на SystemD. В предыдущем занятии мы смотрели процедуру инициализации через run-level. И, соответственно, как их настраивать, как переключаться между run-level, какой файл конфигурации отвечает в основном за процедуру инициализации. То же самое сегодня, но SystemD. То, чем он управляется, то, с какими понятиями он оперирует и что ему нужно для его работы, его особенности, его сравнение как раз-таки с классической системой инициализации. Для начала нужно сказать, что необходимым элементом работы SystemD является юнит. То есть это то, с чем работает как раз-таки инициализация по SystemD. Юнитами у нас могут быть службы, точки монтирования, устройства и сокеты. В принципе, еще и таргеты относятся к юнитам, но о них следующий слайд. Мы при работе в командной строке, если не указываем непосредственно расширение юнита, то, что идет после точки, то, в принципе, SystemD может догадаться, в каком случае это служба, в каком случае точка монтирования, в каком случае устройство. У нас есть, в принципе, две папки, в которой хранятся юниты. Это UserLibSystemD, там находится у нас библиотека юнитов, которые создаются по умолчанию при установке какого-то программного обеспечения. И библиотека такая же юнитов, ETC, SystemD. Тут уже лежат те юниты, которыми может управлять админ, редактировать их, дописывать, добавлять. Давайте глянем на нашем живом центосе, что это значит. Итак, юниты. Я залогинился в свой родной центос. И давайте поглядим теперь в библиотеке юнитов, о которых я говорил. Значит, у нас есть первая папка. Это UserBibSystemD. Глянем, что в ней. Вот у нас здесь есть много очень файлов. И у нас здесь есть две важные папки. Это System и папка User. Синенькие такие. System. Там у нас лежат все необходимые юниты для системы. User для пользователя. Давайте глянем, например, на юниты для системы. List. System. И вот у нас огромное количество юнитов. Вы видите, точка Service это юниты, отвечающие за службы. Точка Socket за сокеты. Точка Device за устройство. И вот точка Target это цели, о которых у нас следующий будет слайд. Если мы попробуем глянуть то же самое для юзера. Тут у нас только таргеты. Давайте глянем вторую библиотеку. Это etc. SystemD. Тут точно так же есть у нас две папочки. System и User. Ну и еще конфигурационные файлы. Вот эти конфигурационные файлы, кстати, у нас и отвечают за настройку SystemD. Это те файлы, которые у нас пришли на замену etc.init.tab. То есть, если мы сейчас с вами попробуем глянуть etc.init.tab. Видите, этот файл написан у нас ни за что не отвечает. Все настройки у нас хранятся теперь в папочке etc.system.d. Ну и отвлекся, значит, мы находимся в этой папке etc.system.d. И тут у нас точно так же есть System и User. Собственно, библиотека уже для системы и для пользователей та, которая может у нас редактироваться, использоваться для каких-то своих целей. Мы можем писать даже свои таргеты. Это не входит в рамки экзамена LP, и по порядку обучения тоже нам еще рановато писать свои таргеты. Мы нам бы пока разобраться, как у нас что работает. В общем, посмотрели мы с вами библиотеку юнитов. Давайте теперь попробуем посмотреть запущенные юниты. Очищаю экран. Команду у нас... Вообще мы управляем System.d, самим демоном системы, вот этим System.dемоном, при помощи команды System.ctl. Контроль системы. System.control, он нас отвечает за, в принципе, все действия System.d. Например, команда list.units покажет нам все запущенные юниты, все используемые сейчас юниты. И вы видите, это у нас тут огромное количество их. Это используемые устройства, это точки монтирования, это службы, и это даже сокеты. То есть все, что сейчас используется, мы с вами посмотрели. Нажал я Ctrl-C. Можем посмотреть точно так же юниты, которые по какой-то причине не запустились. Именно неудачно запустились. Failed. Ну, у нас свеже установленный CentOS, в нем все работает прекрасно, поэтому он показывает то, что у нас все юниты запущены прекрасно. Но мы можем посмотреть, например, неактивные юниты. То есть они запустились, но неактивные. Ну, тут написано, какой команде. Можем посмотреть какой-то конкретный вид юнитов, который сейчас используется. То есть та же команда list.units, но указываем тип. Ключ.type. И пишем service. То есть посмотрим все те юниты, которые отвечают за запущенные службы. И видите, у нас здесь есть много служб. Служба системы, PostFix, Firewall, CronDemon, это демон наш, планировщика. Вот они наши запущенные службы. Ctrl-C. Мы видели службу планировщика. Если мы хотим работать со службами или с теми же самыми юнитами, но у нас LP говорит только о работе со службами, при помощи этого system.ctl мы можем работать со службами. Мы можем посмотреть статус нашего демона. CronD. Мы можем написать .service, но так как мы используем команду status, system.control знает уже то, что мы имеем в виду именно сервис. И он говорит нам, что сервис запущен. Соответственно, мы можем этот сервис, например, остановить. Посмотреть, как он. Написано active-enactive. То есть он загружен, но по какой-то причине неактивен. Это мы его остановили. Можем также стартануть его. И снова посмотреть его статус. И видим то, что он прекрасно работает. То есть та же самая ситуация, как с сервисами. То есть сервис что-то stop-start. Тут sys.control, команда и название юнита. Также system.d у нас работает с таргетами. То есть так называемыми целями. Есть таргеты, которые служат для тех же целей, что и run-level в классической процедуре инициализации. Они не пронумерованы, в отличие от run-level, от 0 до 6. А они имеют конкретные имена. Вы видите, у вас есть табличка на слайде, какие run-level соотносятся с какими таргетами. Их могут быть, этих таргетов, на самом деле, несколько. Потому что таргеты бывают не только загрузочные. Вот те, которые на слайде, это загрузочные таргеты или boot-таргеты. В принципе, система использования таргета, она обратно совместима с пластической системой инициализации. Поэтому мы до сих пор можем переключаться командой tell-init. Сами по себе таргеты – это некая группировка юнитов. То есть это последовательность вызова юнитов. Это может быть какой-нибудь таргет, который запускает несколько служб, и следующий ниже стоящий таргет. Например, какой-нибудь таргет, запускающий графическую подсистему. Есть у нас задача от LPK узнать, как пользоваться вот этими загрузочными таргетами, как устанавливать их по умолчанию и как между ними переключаться. Это глянем сейчас опять же на центре. Раньше, для того, чтобы узнать, какой у нас текущий уровень загрузки, мы писали команду run-level. Так как у нас сохраняется обратная совместимость CSV, команда run-level работает до сих пор. То есть он показывает, что мы работаем на третьем run-level условно. Но run-level у нас больше нет. Зато мы можем написать system.ctl теперь. Точно так же list units. И отсортировать их, как мы отсортировали их, по типу запущенных служб, по типу запущенных таргетов. И мы с вами видим, какие таргеты у нас используются. В частности, у нас есть multi-user target. Вы видите его. Это говорит о том, что мы находимся на третьем уровне загрузки. Вспоминайте предыдущий слайд. Можем мы, например, переключаться между run-level или таргетами. Точно так же у нас есть обратная совместимость. Скажем, tel-init 1 у нас перейдет в однопользовательский режим. В режим восстановления. Tel-init 1 правильно написал. Вот он переходит. И он пишет нам то, что нужно ввести пароль и управлять. Ну то есть мы уже находимся в режиме однопользовательском. Нажал я Ctrl-D. А можем использовать тот синтаксис, который у вас был на слайде. То есть мы можем написать, опять же, systemctl, контроль управления системой. Команда isolate. И тот таргет, который мы хотим выпустить. Выполнить. Например, reboot.target. Мы можем не писать здесь опять .target, потому что команда isolate у нас относится именно к таргетам. И systemctl у нас поймет. Ну, пишем красиво. То есть команда systemctl, isolate. И там пишем название boot-target. И переключаемся между режимами таким образом в нем. Так. И у нас был еще момент, как установить run-level по умолчанию для CSV. А здесь у нас как установить, собственно, target. Boot-target. Загрузочный target по умолчанию. Для этого мы можем отредактировать загрузчик и вписать в него параметры ядра, которые будут запускать по умолчанию определенный boot-target. Но это нам опять же рано. Есть у нас просто команда. Systemctl, control, set default. Default по умолчанию. Default. Минус F это форсировать, принудительно установить, то есть перезаписать текущий default. И, например, multi, но он у нас и так такой, user.target. И тогда у нас будет по умолчанию использоваться вот этот вот multi-user.target. Ну и на последнем слайде давайте обобщим все, что осталось. У нас есть одна из основных особенностей SystemD. Это его, собственно, интересная система журналирования, которая называется JournalD. Демон, собственно, журналов. Эта система уникальна тем, что она собирает информацию из разных источников событий и привязывает ее к конкретным юнитам и к сервисам. То есть благодаря этому мы можем всю диагностическую информацию просматривать в одном месте. И удобно из-за этого вычислять неисправности и работать с ними. Такого до этого на самом деле удобства не было. Это мы глянем сейчас с вами на практике. И сразу на этом слайде мы можем посмотреть, как SystemControl, то есть утилитка, которая работает в SystemD, может работать с питанием компьютера. То есть, в принципе, это те же самые reboot power-off, вы видите, suspend, гибернейт и так далее. Ну попробуем это. И то, как SystemD работает со службами. То, что раньше можно было написать сервис, что-то, stop, start. Тут можно написать SystemControl, start и управление уже целиком юнитом. То есть это не обязательно служба даже. Но тот же самый старый синтаксис тоже сохранился у нас. Новая служба журналирования, она воистину прям может творить чудеса. По ней есть подробный help, вы можете его почитать сами. И вообще это не входит в рамки LP-ковских вопросов. Но раз мы о нем говорим, об этом демон не нужно сейчас узнать, что он может. Значит, управляется журнальный демон командой журнал control. И, например, с ключом минус F он нам показывать будет события по мере их возникновения. То есть это такой поток событий, и мы следим за ним на ходу. Мы можем попросить его вывести, например, последние 10 событий. И он покажет нам последние 10 событий. Мы можем попросить его вывести события по определенному ID пользователя. И он нам их выведет, скажем, ну нулевой ID-шник у нас точно должен быть. Только не минус UID, а нижнее подчеркиваю. Вот такие ключи в него. И он покажет нам все события пользователя с этим ID-шником. Он может показывать события по ID-процессу. Он может показывать события по имени службы. То есть это очень такая гибкая утилита работы с журналами событий. Я думаю, вы сами с ней сможете разобраться, если вам понадобится. Ну и напоследок, давайте, я вам говорил, что у нас работают и старые команды. Но если мы хотим управлять ими красиво, мы можем написать System.ctl. И, например, выкручить систему командой PowerOff. Разобрались мы с вами с процедурой имитализации по System.D. Давайте быстренько отобьем преимущества System.D. Во-первых, это более быстрая загрузка за счет использования параллельных потоков. Во-вторых, это у нас более надежная загрузка, потому что у нас сервисы не подвисают. И если один сервис вдруг по какой-то причине остановится, другие не будут его дожидаться. Это тоже следствие параллельной загрузки. Далее, он умеет у нас в System.D. не просто параллельно загружать сервисы, он еще умеет отслеживать их состояние и запускать какие-то цепочки по исправлению их состояния. Более надежная система последовательности используется в System.D. не на основе PID-ов, номеров процессов, но это нам рано знать, но как плюс надо отметить. Ну и прекрасная система журналирования. Следующее у нас занятие будет уже по апстарту. Рекомендую вам заходить на мой сайт, скачивать оттуда все материалы по уроку. YouTube такой формат не предполагает, чтобы я мог вам дать все эти материалы, какие-то там презентации, команды и короткие шпаргалочки. Заходите, скачивайте. Все для вас, все бесплатно.